Добрый день! Мы с вами находимся в историческом зале областного краеведческого музея. Я Александр Гребенюк, научный сотрудник музея. Сегодня, накануне 1 мая, я предлагаю вспомнить традиции празднования этого дня в нашем городе, Царицыне Сталинграде и Волгограде. В начале 20 века, с ростом социальной напряженности, экономических, кризисных явлений, пролетариат Царицына встал на свою борьбу под руководством социал-демократов. 1 май, маевка, 1 майская демонстрация, об этом впервые узнали фабрично-заводские рабочие более 100 лет тому назад. Первая маевка состоялась в пойме за Волгой в безопасном месте в 1901 году. Не секрет, что маевки жестоко преследовались властями. 1 мая 1906 года в нашем городе пролилась невинная кровь. Полиция и казаки разогнали первомайскую демонстрацию, были убиты и ранены. Среди убитых была юная девушка, гимназистка Ольга Ковалева. И вот похороны невинных жертв превратились в мощную демонстрацию ненависти к самодержавному режиму. Здесь у нас в экспозиции находятся кандалы. Один из самых старых наших экспонатов. И вот такие кандалы и цепи ковались те, кто боролся с царским режимом. 1 мая 1917 года впервые демонстрация была свободной, мирной и люди были счастливы. Весь центр Царицыно был заполнен рабочими заводами и революционными солдатами. Особое внимание привлекла демонстрация женщин и детей с лозунгами «Даешь образование свободному народу». В 20-30-х годах в нашем городе демонстрации становились все масштабнее, все красочнее. Но постепенно 1 май превратился в настоящий народный праздник. Да, оставались официальные лозунги, но уже многочисленные украшения в виде цветочных обручей, бумажных веточек, яблонь. Несмотря на прошедшие изменения этих десятилетий, 1 май остался с нами. Сегодня это праздник мира, труда и весны.